Дмитрий Ольшанский про англосаксов Создать как будто бы хаос из множества голосов, фирм, сообществ и партий, бесконечно менять начальников, беспощадно ругать их, смеяться над ними, толкаться и суетиться как на рынке, на ярмарке. И все эти их быстрые и шумные движения делают их только сильнее. И государства, созданные как коалиции множества частных лиц и самостоятельных сил, умеющих договариваться, оказываются удивительно прочными. Россия так не умеет. Русская культура европейская, но наша политика азиатская. И каждый русский начальник хочет быть важным-важным, единственным на свете и царить вечно, слегка наклоняя голову в ответ на хорошие и очень хорошие новости. Если бы русские дорвались до британского парламента, где великие премьер-министры сидят на узких скамейках, словно мужики во дворе за домино, и где все кричат, они первым делом заставили бы всех молчать, а потом объявили бы тендер на миллиард, чтобы заменить эти жордочки самыми дорогими креслами. Но начальник и должен сидеть на жордочке. Начальники не должны быть языческими богами. Англосаксы всегда занимаются делом. Они почти весь мир превратили в оркестр, где каждый дует как может и как хочет, а дирижер все равно получает то, что ему надо. Потому что этот дирижер вовремя замечает талантливых музыкантов, умеет их заманить и обработать, и сделать так, что они сами захотят играть то, что ему требуется, а он скромно, не привлекая внимания, возглавит процесс. Вместо этого он мог бы раздуваться от важности, но нет. Он бегает и старается, а если нет, его заменит другой. Русские начальники считают, что Америка, а также Англия, НАТО, эцетера, в 21 веке их обманули и кинули. Но ведь сидели же так хорошо. Решали вопросы. Банька, черная икра, большой театр. И вдруг мы враги? Как же так? Они не в состоянии понять, что мир англо-американских империй – это не восточный султанат, где дарят подарки, курят кальян и можно расслабиться. Это динамичная система, которая замечает и ловит новые общества, новые поколения политиков, новые запросы, бывших советских республик, арабов, да хоть дурацких трансгендеров, хоть марсиан, и подхватывает их протесты, учит их лидеров, легко отказывается от старых союзников, тасует карты, меняет повестку. И поэтому всегда остается победителем. Кто 20 лет сидит на одном месте и твердит одно и то же, думая, что его за это должны вечно уважать, тот остается ни с чем. Потому что задница должна ерзать на жердочки. И ты должен хватать. Хватать то, что происходит. Промышленную революцию, географические открытия, автомобилизацию, массовую культуру, компьютеры, индийских программистов, свержение тиранов. Не важно, хватать и делать быстро и хорошо, делать лучше всех, и каждый раз оказываться в центре событий. Это и есть тайна англосаксов. Их секрет полишенеля, а вовсе не та зловещая конспирологическая ерунда, которой принято увлекаться в грустных, затянутых паутиной султанатах. Суетись, сиди на узкой скамейке, будь готов сбрасывать с нее кого угодно, но и к тому, что с нее обязательно спихнут тебя. Бери все лучшее отовсюду. И главное, не жадничай, вкладывай деньги и силы, клади больше заварки. Тогда и будет тебе настоящий файфоклок инглишти. 2 октября 2022 года